Приветище, это Феникс и мы продолжаем наши исторические и мифические приключения. В прошлой серии мы потянили крылья, теперь мы умеем парировать. И теперь нам нужно добраться до Зала Богов. Что нас там ждет, мы увидим. А сперва давай откроем вот этот сундук. Я его в прошлой серии не открыл. Может там что годное? Новое снаряжение. Доспех Отваги Воителя. Хочу, хочу, хочу одеть. Посмотреть, как это будет смотреться. Плюс одно деление шкалы выносливости. Одеваем. Ух, греческая воительница прям какая-то. Все, будем в этих доспехах ходить. Очень классно смотрится. Тут есть еще вот такая вот штука, заблокированная. И чтобы ее открыть, чтобы ее открыть, нужно что-то здесь сделать. Возможно, пробраться как-то туда. Давай-ка туда сходим вначале. Посмотрим, можно ли тут чего-то сделать. Вроде бы как можно. Во! Здесь есть проход. Его нужно разбить камнем. А камня-то тут и нету. Давай попробуем взять вот эту здоровую вазу. А, не получится. А вот эту поменьше. Тоже не получится. Ну, тогда давай попробуем все это разрушить нашим молотком. Пойдем. Если нет поблизости камней. В игру вступает топорик. Вот и все. Вопрос решен. Вот, смотри, сюда можно встать в кольцо. Так. Ага. Вот, смотри. Мы сейчас пролетаем. И вот эта штука здесь уже не красная. Тем самым она... Промахнулся. Подожди, 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 разворот. Летим бабляточку. Попаду, не попаду. Да! Хо-хо-хо. А вот и сундучок. Что тут у нас? Открываем. Шлем отваги воителя. Да я сейчас полный комплект соберу, ёкарный. Ну-ка. 10% к урону от меча. О, а то что нужно? Ты посмотри. Годненько, годненько я уже выгляжу. Тут больше вроде ничего нету. Выбираемся. Ну что, настал момент первого моего полета. Если я сейчас лоханусь и упаду, то я упаду, по крайней мере, в речку. Ладно, берем разбег. И погнали. Бежим, бежим, бежим. У-хо-хо. Круто. Только как-то медленно летим, слушай. Но летим. Найдена долина вечной весны. Красота-то какая, а. Меню обучения. В меню обучения вы можете ознакомиться с руководствами по игре. Неинтересно, это скучно для нас. Так, пойдем гранатики схватим. Гранаты. Спасибо вам. Спасибо вам, леди, за гранаты. Как же тут классно и красиво. О, ребята, здорово. Здорово, как ваши дела? Сундук охраняет. У меня тут новая броня? Может, я с вами подерусь? Иди, чудо. К мамуське. Хлебы. О, 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 о. Че это ты в меня метаешь, а? Давай-ка, я парирую твой удар. Ударь меня. Ну, попробуй, ну, ударь. Ну, пожалуйста. Ну, кто-нибудь ударьте. А, парирование. Понял? Это эти щитники меня бесят немножечко. Посмотри, смотри. Блин, я хотел попробовать отразить вот эту магическую его вспышку. Но, кажется, не получится. Так, ладно. Давай, удай. Готов. Ух ты, нифига, ся, они вдвоем на меня напали. Один спереди, другой сзади. Это коварно, коварно. И обидно. Давай-ка я попробую сверху на вас. Выкусил. Пойдем заберем в сундук. Что же в этом сундуке? Эй, давай открывай, бро. Новое оружие. Лабриса запрета. Персонализация внешнего вида. Поменять внешний вид некоторых предметов можно в меню снаряжения Феникса. Я сейчас поменяю себе молот. Плюс 40% к урону на 6 секунд при идеальном парировании. Ух ты! Круто. Ничего себе. У меня теперь мощный топорик. Смотри, какой классный. Да еще и светящийся. Олени, олени, смотри, олени. Вдруг чудесное создание явилось глазам Феникс. Однако, чтобы укротить это дитя природой, смертной придется сперва приручить его. Сейчас попробуем. А почему ты шепчешь? Потому что боюсь спугнуть это чудо. Что ты там пьешь? Я тоже хочу такое. Сейчас попробуем кого-нибудь приручить. А может быть и оседлать. Так, тихонечко подкрадываемся к этим оленям. И пупсик. Не бойся. Смотрю, как на меня смотрит. Он сейчас меня может лягнуть. Мне кажется. Пупсик, пупсик, пупсик. Спрыгну. Скакун приручен. Анемон. Слушай, но он тут приручается намного проще, чем в Зельде. Вообще просто. Удерживайте Y, чтобы вызвать скакуна. О, так все. Это типа мой бро теперь. Я его могу вызывать? Как такси? О, круто. Удерживайте и кнопку X для спринта. Ну-ка. Ништяк. Я теперь олени. Вот. У меня есть олень. Мой верный скакун. Ну все, мы теперь до Зала Богов быстро доберемся. Но тут я встретил разлом. Недолго я скакал. А можно драться вверху? Не, походу нельзя. Слушай, это обидно. Олени сейчас. Ладно, сейчас разберемся. Так, давай экспорируем атаку, потом ударим топором. Давай, бро, ударь меня. Ударь по-братски. Я хочу проверить свой новенький топорик. Готово. Ну, слушай, что-то непонятно. Короче, я так с ними разобрался. С топором не ясно. Так, подожди, хочу призвать оленя обратно. Олень. О-о-о-о. Вот это призыв. Вот это круто. Очень классно сделано. А когда я с оленю слезаю, он просто убегает. А когда я начинаю с кем-то драться, он просто испаряется. Ясно. Прыгаем в пропасть. Переход. Помощь ветрам. Сейчас вообще затащим, поможем. Активируем кнопку. Шарик покатился. Ага. Я ничего не понял, что я сделал, но что-то вроде помогло. Все ясно. Все ясно. Короче, призвал шарик. Встал вот сюда, открылись врата. Шарик заехал туда. Вот и все. Все логично. Все быстро. Идем дальше. Что тут нам нужно сделать? Короче, нам походу сюда нужно. Взлетаем. Я интересно, долечу? Нет? Да, конечно, долечу. Не дрейф. Старикан. Так. Мне нужно теперь открыть вон те врата. Но сперва призвать шарик. Давай призовем. Открываем. Ну тут как-то слишком все просто. Интуитивно понятно. Никакой головоломки даже. Просто активировать то, все. Закончили. Открываем ворота. Шарик, правда, медленный. Капец. Наконец-то он докатился. Полдня ждал. Уже в туалет успел спрягать. Ух ты. Платформки поднялись. Взлетаем. Как высоко я лечу. Не, с крыльями все-таки игра преображается. Намного интереснее становится играть. Чекпоинт. Угу. Открывание дверей. Меняем платформу. И есть две вот такие штуки. Одна активирует шарик там. А другая активирует шарик там. Ох как. Открываем ворота. Угу. Шарик, смотри, там перелетел. Теперь здесь активируем. Еще здесь нужно активировать. Давай, шарик, давай, давай, давай. Есть контакт. Тут у нас что? За двумя-то шарами. Попробую следить. На самом деле это просто все. Оуу. Он перелетел. Так. Получается мне нужно... А, вон он призвался. Призвался наш шарик. Отбираем ворота. Ну, слава богу, у меня хотя бы один доставить нужно, а не два. Блинский. Он застрял там и все, и не хочет. Дай попробуем со стрелы его качнуть немножечко в нужное русло. Как в лужу покнул. Ладно, перепризываем шарик. Давай по новой, Вася. Все по новой, Федя. Все фигня. Упады. Есть. И закрываем ворота. Встал. Все пучком. Ю-у-у. Ой, неудачненько я вылетел из подземелья. Ну, зато я был в каске, и мне не страшно. Даже личико не поцарапал. Ого. Это что там, кабаны, что ли, или медведи? Медведи или кабаны? Какие-то непонятные существа. Давай стрелу запустим. Посмотрим, что это за существа. Это медведь. Похоже на медведя. Очень. Здорово, Мишка, дай носик потешу. Ой, не получилось носик. Ну да ладно. Да ладно, бро, расслабься, ты все равно до меня не побежишь. Далеко же. Далеко же. Смотри-ка, они намеренно на меня идут. Видимо, я их сильно обидел. Все, ладно, я пойду. Пожалуй, по своим делам. А можно в кусты, в принципе, спрятаться? Все, я спрятался. Ой, они уже близко. Ладно, придется воевать. Придется. Смотри, они испарились, исчезли. Как песок рассыпались. И вон там появились. Прикол. Ладно. Пошли. У нас тоже куча дел. Ух ты, гляди-ка, какие интересные цветы. Или это не цветы, сорняки? Взять. Олимпийский инжир. Ух ты. Ищите ингредиенты, исследуя мир. Они нужны для изготовления зелий в одном из котлов кирки. Кирки это, скорее всего, алхимик какой-то. О, Миша, здорово. А эти, кстати, не светятся, они обычные. Ребята, можно вас оседлать? Блин, а прикинь, если я медведя смогу оседлать? Давай попробуем. Попробуем его приручить. Будет вообще круто. Миш, привет. Как дела? Скрыть чего? Чего было? Скрытая атака? Скрытая атака, реально. Я могу его атаковать скрытно. Но я не хотел этого делать. Ё-моё. А чё тот, кто засветился так? Ребят, тихо, тихо, тихо. Блин. Блин. Он своими лапами мощный. Чё задницу мне расцарапал? Хо-хо, ты это видел? Один другого ушиб сданул. Это было весело. Сейчас я гранатик пожру, подожди. Подожди, братиш. Подожди, братиш. В принципе, я могу тебя Бабахнуть, нет, не смогу Бабахнуть камнем. Я слишком долго думал. Опа, увернулся, увернулся. Жалко его с горы не скинуть. Да ё-моё. Ну чё, давай я парирую твою атаку. Не получается, прикинь, не получается. Гранат, гранат, гранат. Хавай гранаты. Ё-моё, он расфигачил дерево. Вот это он мощный. Ещё гранат. Давай, атаку парируем или не парируем? Хотя у него лапы. Какая парирование атаки? О, получилось. Есть. Увернулся. Нифига себе, он и ногами размахивает. Да что ты будешь делать? Он очень жёсткий. Очень жёсткий. Давай зелье выпим. Зелье выпим. Не успеваю парировать его атаки. Он слишком быстрый. Это чё за хун-фу панда? Чё ты будешь делать-то? Есть! Мишка побеждён. Кун-фу панда отправился в аут. Хух. Жалко только, что я банку зелья выпил. На этих медведях. О, кристаллики. Давай разрушим. Кинём камень. Чё там сверкает наверху чё-то. Мда. Можно было не кидать. Полетели туда. Уп. Я думал, не долечу. Собрали 100 кристаллов уже. 183 кристалла. Нифига себе. Да я просто крут. Вон, снизу ещё есть мишки. Но больше я с ними драться не хочу. Они какие-то убер-крутые. Убер-мощные. О, снова этот инжир. Давай заберём. Инжир для зелий. Соберём. Потом мы сварим. Чё там? Склянку со здоровьем. Яблоки! Яблоки, смотри! Или это не яблоки? Это гранаты, которые растут на деревьях? Или что это? Так, подожди. Давай собьём. Опа. Чё это такое? Взять. А, это гранат. Прикинь, он реально на деревьях растёт. А можно срубить дерево? Нет, срубить нельзя. А чё это за существо там? Бык! Какой-то бык, который хотел меня сейчас отфигарить. Цветочный нектар собрал. Короче, дерево у меня срубить не получилось из-за того кабана. Точнее, крупно-рогатого скота. Деревья не рубятся, но когда ты бьёшь, с них сыпется гранат. И надо разобраться с вот этим чуваком. Я сейчас спрячусь. Вот так в кусты. И попробую подкрасться к нему. Потому что он выглядит очень жёстко. Очень жёстко. Да, подкрасться к нему, конечно, не получится так быстро. Давай попробуем добежать. на нитро. Давай, 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 давай. Скрытая атака. Скрытая атака. Не получилось. Опс. Братиш. Давай попробуем с тобой подраться. Ё-моё. Всё, это было близко. Отходим, отходим, отходим. Ну, давай, давай. Я сейчас попробую его камнем оглушить. Давай, беги. Беги ко мне. Есть, увернулся. Увернулся. Но он камень сломал. Чёрт подери. Долбанный камень. Как-то не вовремя я его сломал. А, вон, там другие есть. Там другие есть. Бежим. Другим. Ну, давай, побеги, побеги, побеги. Нас ты задрал. Ой. Ой, 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 ой. Так. На тебе, по черепухе. Просто. Просто капец, капецкий. Жрать. Жри быстрее гранаты. Да поднимай ты. Кидаем. Есть. Успел. Это было немножко сложновато. Как насчёт стрелы? Промахнулся. Убежаем. Убежаем. Слушай, тут очень мощные мифические существа эти. На тебе в тыку. Бежим. Зря я, походу, с ним в биту уступил. Интересно, кто же кого всё-таки уделает? Я его или он меня? Так, вы вернулись? Получай по жопе. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Есть. Пробили броню. Пробуем добить. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Ну же. Фух. Вот это точно был какой-то мини-ганон. Ушатали еле-еле. Сожрал все гранаты. Это было потно. Бедные мои ладошки. Надо пойти их помыть. Так. Значит, там я видел где-то сверкающие фиолетовое сияние. Вон, видишь. Кстати, чё, если я попробую с лука туда налететь? О, это будет долго. Нет, спасибо. А вон, чашка какая-то сияет. Пойдем, подойдем. Давай туда, шустрей. Блин, а чё я на своих двух? У меня же есть. Олень. Олень. Иго-го, погнали. О, круто. Спрыгнул и сел на своего оленя. А, тут просто огни. Тут просто огни. Давай, олень. Иго-го. Мычи, как ветер. А тут стой, 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 стой. Бедный олень. Ну, там, кстати, внизу какое-то испытание есть. Ну, мы потом туда сходим. Так, подожди, я... Я так и не понял, олень туда упал или? Нет, надеюсь, что он туда не упал. Он исчез. И когда я его призову, надеюсь, что он будет целенький. О, наконец-то, зал боков. Зал боков. Жирных боков. Что ж. А кто... Подожди. А что за здание? Вот это здание богов или... Нам туда через арочки пройти? Олень! О, слава богу, олень жив и цел. Так, подожди. А мы... А, зал богов, он вон где, наверху. Тьфу-ты-ну-ты. Ладно, полетели. Смотри-ка, тут ребята, короче, охраняет сундук. Что, пойти им в задницу, что ли, надрать? Уверен, что в сундуке что-нибудь годное. Ладно. Гранаток сейчас заберу. После... Того... Быка... Который мы так что-то недавно завалили. Мне уже ничего не страшно. Сейчас я только подвосстановлюсь. И знаешь, что мы сделаем, наверное? Ладно, я туда подкрадусь. Я, может быть, бог, только на одну тысячную. Зато горжусь этим на все сто. А, ну ладно, окей. Подожди. Подожди, чуваки, вы свои, что ли? Прикинь, это, походу, свои. Ребят, здорово. С прокачкой у тебя порядок. Блин. А я думал, это вражина. Защитим золотой остров от экологического терроризма Тифона. Фигасе, ты задвинул. Давай сундук откроем. Гранат плюс три, олимпийский инжир. Короче, ясно. Думаю, у нас есть шанс одолеть Тифона. Кто со мной? Никого? Ладно, парни, спасибо, что охраняли этот сундук для меня. Я попер дальше. Знаешь, что тут радует? Радует, что я вот лезу, у меня в нос ли скончается. Я такой, хопа, и грибочки поел, и все пучком. А потом делаю вот такие вот финты. И быстро добираюсь наверх. Все, мы здесь, наконец-то. В зале боков. Ту блин, боков, богов. Что тут у нас есть? Дельного интересного. А-а-а, гермес нас тоже ждет. Увидев зал богов, феникс была потрясена. А-а-а-а, это невероятно! Ну да, типа красиво. Да, неплохо. Но обновить пора бы. Орнамент на колоннах явно устарел. Спец подъехал по архитектуре. Здесь безопасно? Помнишь, я кое-что украл у Тифона? Я стащил частичку его глаза, и теперь это место скрыто от его жуткого взора. Будь как дома. Ты сказал, что это зал богов. Где же другие боги? Начнем с самого начала. Положив руку феникс на плечо, Гермес поведал ей о Тифоне, губителе богов. Тифон, ужасный и жестокий сын геи, поклялся освободить титанов и уничтожить богов. Он хотел править миром и бросил вызов Зевсу. К счастью для всех, Зевс одержал победу. Еще какую! И заточил Тифона в недрах горы, чтобы тот не мог творить зло. Надо бы снова привести себя в форму. Тысячи лет Тифон копил злобу. И вот ли Гелиуса закрыла тень, а с небес посыпались звезды. Звезды расплавили оковы Тифона, и гора извергла его из своих недр. Боги отвергли и унизили его. И я отомщу, клялся он. Я очищу этот мир, накажу богов. Так Тифон возжаждал мести. Допадет завеса, Сотделяющий этот мир от бездны мрака. Пусть Тартер войдет в мир богов. Уничтожьте ложных богов. Обратите их в прах. Что ж, олимпийцы, пора вам сразиться со мной. Вы недооценили мою силу. Гордыня ослепила вас. Склонитесь же перед совершенством. Кто-то из богов бежал, кто-то вступил в бой. Многих Тифон пленил. Он разделял своих врагов на части, лишал их сущностей, изменял до неузнаваемости. В отчаянной попытке спасти свой край, боги призвали на помощь легендарных героев. Последних из тех, в чьих жилах еще текла божественная кровь. Ваши герои навеки останутся лишь тенью прежних себя и будут служить мне. Боги не справились. И герои тоже. Казалось, надежды больше нет. В общем, все было без толку. И ты наша последняя надежда. Тебе предстоит возродить этот край и спасти мир от хаоса. У нас есть только ты, Феникс. Всего-то. Я запуталась, кто тут кто. Этот с волосами дыбом, ты или Тифон? Неважно. Ты вернешь богам сущность, которой они лишились. А когда они вновь обретут силу, вы вместе победите Тифона. Боюсь, я не справлюсь. Вот если бы здесь был мой брат. Я тоже не безупречен. Ведь это я привел Пандору к людям, Зевс, меня срази. Ну а вдруг ты наш герой, и пришло твое время. А еще у нас просто больше никого нет. Все потерпели поражение. Удачи. А я тут буду бездельничать. То есть, начну готовиться. Что ж, спасибо. О, снова это лицо. Ладно. Для начала поднимись на другие статуи Золотого острова, чтобы понять, где искать других богов. Затем разыщи их. Они должны знать, где искать их сущности. Хотя, они ведь нынче не совсем в себе, так что кто знает. А... Как это? Скоро поймешь. Думай, Феникс, что бы сделал твой брат. Легерон расправился бы с Тефоном в одиночку, как тогда со всем спартанским флотом. Признайся, эта задача тебе не по зубам. Снова этот чудесный запах. Амброзия – это жизнь. Хочешь улучшить защиту? Нацеди чашу, выпей и вперед. Афина как-то осушила целый килик и погубила весь флот греков. Хотя только что помогла им в битве. Грандиозно! Жаль, что тебя там не было. Там были мои родные и погибли. А я отговаривал Афину. Вняла она? Как же? Так, подожди, у меня есть амброзия. Давай попробуем влить ее в чашу. Шесть амброзий. Увеличьте запас здоровья на одно деление, сможете выдержать больше урона. Пять амброзий надо. А, подожди, пять амброзий у меня есть, а нужно шесть. Все, я въехал. Пока что не прокачаемся. Пойдем посмотрим, что вон там. Тут куча всяких интересных штук. Вот это что такое? Какая-то качалка. Скамья Зевса. Собирайте молнии Зевса, чтобы увеличить выносливость. Тут вы упражняетесь? О, боги, нет. Зачем тратить время зря? Можно ведь повысить выносливость с помощью молнии Зевса. Делай, как я. Ты умеешь вдохновлять. Я часто это слышу. Давай-ка попробуем подкачаться. Надо-надо подкачаться. Чудно. Теперь у нас на одно деление больше выносливости. Оу. Да ты качок. Выносливость улучшена. Четко. Это бы еще как-то физически отображалось. Типа, знаешь, Феникс подкачал, там такие мышцы, бицепсы, бодибилдер Феникс. А тут что? Что это? Не знаю. Аид велел доставить. Сделай подношение паромщику и, возможно, получишь помощь, которой не ждешь. Но осторожней. Предыдущий дар из царства мертвых сломал Арго. И чем все кончилось? А кто это? Вот именно. Короче, в этот сосуд я могу кидать монеты Харона и получать какие-то ништяки. Давай попробуем. Вот, смотри, могу апгрейдить дары богов, а могу улучшить свои навыки. У меня 10 монет есть. И... Чего улучшим? Давай попробуем вкачать вот сокрушающий удар топором. 5 монет это стоило. И завершающий удар тоже качнуть, что ли? Короче, вот это еще удар хочу качнуть. Подброс мечом. То есть тушку противника можно подбрасывать вверх, как с апперкота. Качаем эту штуку. Все. Монеты закончились. Ну, а дары богов как-нибудь в другой раз покачаем. А? Офигайся, вот это я вкачнул способности. Такое ощущение, как будто в меня какой-то симбиот вселился. Так, значит, а тут что у нас? Оооо! Это здесь боги лечат себе зубы? Нет, здесь они сдирают с себя кожу, меняя внешность. Все равно лучше, чем лечить зубы. Да, попробуем. Это я здесь могу перекраситься и сменить пол. Прикинь? Но я же не бог. Ну, видимо, для меня эти привилегии тоже доступны. Так, я хочу сменить цвет кожи на белый цвета козьего молока. Пожалуйста. Ой, это я глаза поменял? Простите, не туда. Вот, тело цвета козьего молока. О! Ну, в принципе, больше менять ничего не нужно. Погнали. Так, я что-то не понял. А где мой цвет белоснежной козы? Ту, блин, цветом козьего молока. Белоснежной козы. Подожди. Давай-ка еще разок. Ну, здесь вот есть. Вот, пожалуйста, я беленький такой. Без загара. Ладно, видимо, какой-то сбой. Подожди, я давай тут еще посмотрим. А, нет, все, все, я без загара. Все четко, белоснежная кожа. Все как надо. Смотри, подожди. Я увидел тут алхимический стол, но к нему мы чуть позже вернемся. Тут есть какие-то предписания. Вот несколько идей, как проучить Тифона. Вы смертные все любите награды, поэтому я буду давать тебе электрум. А поскольку я бог торговли, то здесь же мы с тобой будем все верно, вести торговлю. Ух, занятно. Ты тоже можешь давать мне свой электрум. Разве не мне нужна награда? Я же во всем ищу выгоду. Эти цены? Ого! Я еще и бог воров. У всех свои недостатки. А что там внизу? График уборки. Иначе как заставить Ореса убирать за собой? Море крови так просто не подотрешь. Та еще задачка. Доска Гермеса. Задание для героев. Выполняйте задание для героев, которое предлагает Гермес. Ну-ка, давай посмотрим, что там за задачки. Охотничий раж. А, из-за них, в принципе, можно получить, смотри, и оружие, и монеты, и ресурсы. Прикольно. Ладно. Сюда мы вернемся чуть позже, а сейчас идем к алхимическому столу. Котел Кирки. Какой котел? Восторженный возглас утонул в тишине, но Феникс уже думала о зельях, которые приготовит в этом котле. Так, давай что-нибудь сварим. Например, эликсир. Пять гранатов всего. Изготовить на все. Чудно. Вот это что такое? Зелье атаки. Повышает эффективность оружия и способности на 90 секунд. Плюс 20% ко всему наносимому вами урону. Круто изготовить на все. Тут у нас что, это выносливость? Это понятно. А вот это? Зелье защиты. Усиливать защиту на 90 секунд на 20%. Здорово! Все, я палхимичил. Варим, варим зелье. Ммм, какой запах, да? Вонючий. Бараний такой стакан у нее крутой. Ну вот. Значит, зелье мы пополнили. А, вот смотри, еще ковка оружия есть. Кузница. О, это кузница Гефеста? Ты прелесть. Смотри, не напарись на что-нибудь. Но Феникс не слушала. Невидимая сила влекла ее к кузнице. Добытый Адамантин желал обрести форму. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, да! У нас сейчас с тобой достаточно ресурсов, чтобы апгрейдить что-то одно. Ну, пожалуй, может быть, начать с мяча. Так. Все, больше ингредиентов у меня нету. Печаль. Нужно 80 красных рубинов, а у меня их недостаточно. Могу зелье увеличить. Количество зельей больше сделать. Ну, давай. Вот и все. Выходим. Максимальное число зелий. А, я увеличил максимально таскаемое число зелий. Теперь до 8 зелий я могу с собой таскать. Круто. Так, вроде бы я в зале богов все тут. А ты где? А, вон он стоит. Давай поболтаем с ним. Что ты возьмешь, Феникс? Что, молнию могу купить? Да, за деньги. Костюм могу купить. Доспех осквернителя. Классно выглядит очень. А вот это что такое? Фосфор звездного неба. Но денег у меня сейчас нету. А точнее электриумов. Или как он там их называл. Поэтому пока что я там ничего купить не смогу. Вот. Ну что? Теперь у нас открытый мир. Отслеживание задания. Отслеживайте задания, чтобы они отражались на вашем компасе. Хорошо. Это я понял. Короче. Мир огромный. Куча всего исследовать. Еще и богов освобождать. В общем, ты посмотри на этот мир. И в следующей серии мы будем его исследовать. И спасать богов. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай поставить этому видео лайк. И подписаться, если ты не подписан. Чтоб не пропустить следующих крутых видосов. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok.